Всех вас поздравляю с великими днём мученической кончины первого верховного апостола Петра и Павла. Те, кто наиболее свидетели стали о том, что Иисус есть Христос, о том, что Господь пришёл в мир, спасти нас и простить наши грехи, искупить нас от проклятия смерти и возвести нас на небо. Чтобы услышать апостольскую проповедь, а вера, как мы знаем, из Писания, бывает отслышанья, мы должны расширить своё сердце, расширить своё сознание, расширить свой слух и своё понимание, сделаться глубже, тонче и утончённее, чтобы вместить апостольское свидетельство о Христе. Мы должны перестать быть одномерными, зауженными людьми. Мы должны реагировать на неприходящие, постоянно сменяющиеся картинки мира, а воспринимать вечность и воспринимать замысел Божий и Божественную любовь, обращённую к нам с вами. Своей проповедью, своей жизнью и подвигом, и боле твоей своей смертью, апостолы Петра, Пётр и Павел свидетельствовали о том, что мы искуплены уже от проклятия смерти, что победа над Адом уже состоялась, и что Христос уже воскрес, и сеть вызывает ко спасению. Сам Господь сказал, «Я вас избрал». Не мы избрали Христа, но Христос нас избрал, здесь и сейчас, и призвал Свою благодатью, и призвал Свою любовью, и Своей милости ввёл в церковь, и соединил со Своей кровью и со Своим телом, так, чтобы мы уставились в том, что Он благ, что Он милосерд, что Он человека любил и удобно преклонен к нашим молебам. И это свидетельство апостольское мы должны записать острым предметом, раскижать в своё сердце, печатать в своё сознание и расширить в своё представление, что же мы здесь и сейчас, пожалуй, в этот день и в это время должны делать для того, чтобы быть Христовыми, чтобы подтвердить Христову любовь и Божественное милосердие. Перед нами наши грехи, перед нашими глазами наши падения и наши немощи. Пусть они велики и весьма значимы, но во всех случаях они не больше, чем милосердие Божие. Пусть наше озлобление, раздражительность и обидчивость так же велика и закрывает одно солнце и небо, но свет Кистоя в любви во всех случаях больше, важнее, значимее, глубже и проникает в человеческое сердце, если только Он в своей воле не хочет от него уйти. Мы костные, инертные, мы пытаемся смотреть постоянно земное, приходящее и изменяющееся. Но Бог не изменил, и в своей Божественной изменности каждый час, каждое время, каждую минуту ищет нашего спасения, как опытный охотник пытается уловить наше сердце, наше сознание, нашу душу для вечности, для Царства Небесного, для своей Божественной любви, чтобы мы уподобились, как Его творение, Его Божественному образом, чтобы образ Христа отобразился в сердце и душе каждого из нас, и чтобы мы услышали и Его слова, и свидетельства Его возлюбленных апостолов. Будем же внимательны, научимся слушать, научимся воспринимать, научимся не только слышать, но и слушать, и слушая, уже слушаться тому, что мы усвоили, и то, что мы поняли. И тогда мы сможем идти путем Христовым, и идти путем апостольским, и идти собственным путем, который выстраивается у каждого в отдельности, изображая тот неповторимый иероглиф отдельной человеческой судьбы, которая может войти в благодать Божия, любовь Христова, и которая может стать прозрачным светом и милости Божией. Так что каждый скажет, чтобы свет, мир и соль земли. Будем же верны Христу, будем же внимательны к проповеди апостолов, и будем трезвы в это непростое время, когда явно ищут пожрать каждого человека, и погубить каждую душу, и всмутить каждый ум, и опрокинуть всякого верного, желающего идти за Христом. Но Господь сильно поставит и падшего, и немощного, и дезориентированного, и утратившего веру, и утратившего надежду, и потерявшего всякое представление о этой жизни. Бог своей милостью приходит, порой отчаянное человеческое сердце, обновляет его, преображает и делает его святым. Но для этого мы должны дать согласие. Господи, милосердная Владыка, войди в мое сердце, войди в мою жизнь, сотритом обитель, даруй мир моим умыслам, и мир моим сердечным чувствам, и устрою всю мою жизнь, так как было во мне по спасению. Аминь. Первоверховные апостолы Петри Павли, молите Христа Бога о прощении наших грехов, о спасении нашей жизни, и освоении Царства Небесного в наше сердце. Аминь. Вы счастливы.